Не знаешь, что выбрать большую, среднюю или маленькую порцию? Мы не только подскажем, но и покажем все на примере героев нашего нового челленджа. Будет интересно и очень познавательно, обещаем. Привет, я хочу Чупа-Чупс. Вот деньги. Пожалуйста. Вау, как круто. Здравствуйте. Мне бы тоже хотелось карамель, только побольше. Конечно, так скажете. Вот, держите. Рано радуетесь. Мой леденец будет самым большим. Я готова заплатить за это сколько угодно. У нас есть кое-что подходящее для вас. Прошу. Класс. Это то, что я хотела. Невероятно. Вот это да. Хотел бы я оказаться на ее месте. Эй, аккуратнее. Мы запутались в твоей обертке. О, какая вкуснятина. Не жалеешь, что его купила. Ай! Какая растяпа. Это же надо было так грохнуться. О, это что, настоящий осьминог? Выглядит отвратительно. Полностью с тобой согласен. Даже прикасаться к нему противно. А мой осьминог вполне безобидный. Посмотрите, какой кроха. Тогда тебе и начинать. Вперед. Думаю, это будет непросто, но я сделаю все, чтобы справиться. Ничего себе, какой жесткий. Похож на резину. Придется проглотить целиком. Фу, как она это делает. Выглядит ужасно. На самом деле все не так уж и плохо. Попробуйте. Проглотить такого огромного осьминога разом я точно не смогу. Фу, он перепачкал мои руки слизью. Это отвратительно. Аликс, осторожно. Ты нас забрызгал. Извините, это вышло случайно. Скорее ешь своего дурацкого осьминога. Ой, так можно и зубы сломать. Он слишком жесткий. Помогите, я ничего не вижу. Какой кошмар. Осьминог у него прямо на голове. Держись, мы тебя спасем. Ох, большое спасибо. Я едва не задохнулся. Но держись, мерзкий осьминог. Сейчас ты у меня получишь. Зачем ты его выкинул? Нужно было его съесть. Да уж, я бы тоже не отказалась избавиться от своего осьминога. Но кажется, я знаю, что делать. Вот это преображение. Что ты задумала? Я поджарю осьминога на гриле. Поверьте, получится вкусно. Просто пальчики оближешь. Ай, огонь нас пугает. Бояться нечего. Я настоящий профессионал. Осталось совсем немного, и мое блюдо будет готово. Вуаля. Готово. По-моему, выглядит лучше, чем прежде. Великолепно. Восхитительно. Пора насладиться изысканным морским вкусом. Начну с щупалец. Они должны быть очень нежными и сочными. Я тоже хочу попробовать. Класс. Вкуснятина. Я рада, что тебе понравилось. Ну вот. Самая маленькая порция конфет. А моя выглядит очень даже ничего. Вы только посмотрите сюда. Это восторг. Кажется, мне повезло больше остальных. А вы неудачницы. Вита, начинай. Хорошо. Хватит смеяться. Да, у меня мало конфет, но от этого они не менее вкусные. Супер. Шоколадные пузырьки так приятно лопаются во рту. Кстати, я кое-что придумала. А что, если есть конфеты через огромную соломинку? Да это гениально. Было здорово. Жаль, что конфеты уже закончились. Но есть и хорошие новости. Теперь моя очередь. Я давно мечтала о шоколаде, потому что просто обожаю его. Боже, как вкусно. Невозможно остановиться. Вот это аппетит. Буду считать это комплиментом. Конечно, мы восхищены. Надеюсь, я тоже смогу показать класс. Какая огромная конфета. Невероятно. Ого, я даже поднять ее не могу. Наверное, она слишком тяжелая. Хорошо, что мне все-таки удалось ее достать. А ну-ка, уйдите. Это моя конфета. Ай, как больно. Чуть зубы не сломал. Наверное, лучше распилить конфету на части. Оказывается, внутри были спрятаны еще конфеты. Это настоящий сладкий клад. Не мешайте, они мои. Вот жадина. Вкуснятина. Ну вот, пришло время разочарований. Какая маленькая баночка нутеллы. Не та, что у меня. Лучше посмотрите сюда. Это вас поразит. Я сама никогда не видела ничего подобного. Я могу первым съесть свою небольшую порцию. Как же это вкусно. Язык можно проглотить. Все-таки нет на свете ничего лучше шоколадной пасты. Что? Неужели она уже закончилась? Ты что, съел банку? Нет, я всего лишь ее облизал. Я тоже так поступлю со своей банкой. Но для начала нужно съесть все ее содержимое. Алекс, почему ты так пристально на меня смотришь? Хочешь попробовать? Ой, я чуть не прикусил язык из-за тебя. Извини, это была дурацкая шутка. Какой же ты наивный. Раз за разом веришь. Может, попробуем снова? На этот раз тебе меня не обвести. Спасибо, было вкусно. Не стоило так сильно облизывать ложку. Знаешь, я лучше буду есть руками. Ой, кажется, она застряла. Не может быть. Точно. Что же мне делать, я в плену. Без паники мы сделаем все, что в наших силах. Большое спасибо, ребята. И что бы я без вас делала? Теперь моя рука в шоколадной пасте. Я должна ее, наконец, попробовать. Вкуснятина. Лили, твоя очередь. Есть рукой мне не хочется. Нужно придумать что-то другое. Возьму половник. Самый большой половник из всех возможных. Восторг. Поделись со мной. Алекс, ты меня напугал. Из-за тебя я уронила свой половник. И как мне теперь его найти? Он где-то на самом дне. Ничего не получается. Что она делает? Она же застрянет. Думаю, нам нужно ее спасать. Тяни изо всех сил. Ай. Похоже, мы немного перестарались. Ты видишь, Лили? Ребята, я тут. Со мной все нормально. Это не Лили, а какое-то чудовище. Да я просто немного испачкалась шоколадом. Это забавно. Всем приветики. Наконец-то мы начинаем челлендж. И мне сразу не повезло. Попалась одна упаковка жвачки. А у меня гораздо больше. У меня ее вообще целая куча. Алекс, тебе и правда не повезло. Зато мы можем первыми свои жвачки съесть. Хоть что-то приятное. Я обожаю хуба-бубу. Особенно со вкусом баблгам. Эй, ты что творишь? Жвачка твоя, а мусор я должна поднимать? Вот тебе. Ой. Ладно тебе, не ругайся. Лучше посмотри, какой я пузырь сейчас надую. А вы знали, что с пузырем можно играть. Но для этого нужно быть настоящим мастером. Ого, и правда круто. Алекс, ты молодец. Ну а теперь моя очередь жевать жвачки. Для начала я избавлюсь от фантиков. Я даже знаю один прием, который очень мне поможет. Ничего себе, круто. А теперь самое время их слопать. Губа-пылесос активирована. Вот это да. А теперь смотрите, что такое по-настоящему большой пузырь. Я не позволю ей надуть пузырь, который будет больше моего. Ты что натворил? Ужасно. Мало того, что ты лопнул мой пузырь, так еще и лишил меня бровей. Как я теперь жить буду? Приклеишь их обратно. Ладно, я просто немного запаниковала. И все. Мила, твоя очередь пробовать жвачки. Наконец-то. Чтобы избавиться от фантиков, я подготовила специальную машинку. Вот это да. Действенный способ. А теперь одну за одной можно их съесть. Вы готовы увидеть поистине большой пузырь? Тогда погнали. Мила, перестань. Он становится слишком большим. Что нам теперь делать? Как спустить ее на землю? Есть у меня одна мыслишка. Нужно лопнуть шаг с помощью рогатки. Аликс, стреляй. Почему я? Потому что иначе Мила улетит в космос. Давай быстрее. Треволь. Все приходится делать самой. Алика, молодец. Ты попала. Я уж думала, что мне придется подружиться с птицами. Я очень рада вас видеть, ребята. О, нет. Ну вот, у меня всего один гранат. А у меня целых... Целых десять. Больше просто не бывает. Еще как бывает. Взгляни на мою кучу. Зато мои вкуснее. Мила, начинай. Окей. Ура. Я гранату очень люблю. Вы только посмотрите, как аппетитно выглядят зернышки внутри него. Правда, их не очень удобно есть. Но для таких маленьких вкусняшек у меня всегда с собой есть пинцет. Вкусно, удобно. И руки не нужно пачкать. Будет лучше, если я выложу зернышки на тарелку. А потом съем все сразу. Да, так будет гораздо вкуснее. Ровно сто зернышек. Это очень круто. Значит, мне будет в сто раз вкуснее, чем было до этого. Пусть у меня был всего один гранат, я все равно очень счастлива. Алекс, твоя очередь. Окей. Сначала нужно добраться до самого вкусного. Резать гранат слишком легко. А вот разорвать его – другое дело. Ай. Какой ужас. Алекс, ты теперь на маньяка похож. Быть маньяком – это невкусно. А вот есть гранат – это просто невероятно. Алекс, ты сошел с ума. Ничего подобного, я просто ем вкусный гранат. Вита, вообще-то, могла бы тоже приступать, чтобы время не терять. И правда, пора бы мне мою кучу слопать. Мила, мне нужен нож. Держи. Просто так есть гранаты – это скучно. А вот делать из них сок – это более чем весело. Смотрите, какой у меня есть аппарат для приготовления сока. Вот это да. Такая большая махина. Большая соковыжималка плюс целая куча гранатов. Равно очень много вкусного гранатового сока. Вы только посмотрите на него. Он так и просит, чтобы я его поскорее выпила. Ну как, вкусно получилось? Очень. Вита, у тебя теперь сок даже на лице. Это не проблема, от него можно легко и просто избавиться. Ну вот, у меня всего лишь одна баночка колы. А у меня больше. Смотри, сколько колы у Милы. Да-да, смотрите, у меня целая башня из банок колы. Но первой все равно пить буду я. Хоть в чем-то мне повезло. Кола, как всегда, вкусная. А еще после нее желудок всегда разговаривает. Я придумал классную идею. Как выпить все мои банки колы разом. Нужно их открыть, а после мне понадобится специальная трубочка, которую я совсем недавно смастерил. Вот это да, прикольная задумка. Все-таки кола такая вкусная. Ой, кажется, кто-то просится наружу. Вот это мощный рык. А вы как думали, я все-таки мальчик? А я больше люблю пепси. И мне досталась одна баночка. Как круто. Зачем сейчас все упадет? Ну и что? Зато теперь мне не придется дотягиваться до верхних рядов. Спорим, я за раз выбью все банки колы. Давай, Мила, мы в тебя верим. Эй, только не надо в нас мусор кидать. Вот именно. Это же банки. Больно получать банки по лицу. Простите, просто я не могу остановиться. Мила, что с тобой стало? Ты видела свой живот? Да, это все газы. А, спасайтесь, кто может. Это чрезвычайная ситуация. Ничего себе. Ох, Мила, все, больше никакой колы. Да, я больше и не хочу. Меня уже не влезет. Подписывайтесь на Парара и пишите в комментариях, какой раунд вам понравился больше всего. На Auch долларов. Игорь Негода. Всем пока. Он не хочет.